Разработка программного обеспечения – это род деятельности и процесс, направленный на создание и поддержание работоспособности, качества и надежности программного обеспечения, используя технологии, методологию и практики из информатики управления проектами математики, инженерии и других областей знания. Сложность разработки по, как и другие традиционные инженерные дисциплины, разработка программного обеспечения имеет дело с проблемами качества, стоимости и надежности. Некоторые программы содержат миллионы строк исходного кода, который, как ожидается, должны правильно исполняться в изменяющихся условиях. Сложность по сравнимо со сложностью наиболее сложных из современных машин, таких как самолеты, разделы дисциплины, разработка программного обеспечения может быть разделена на несколько разделов. Программное обеспечение Программное обеспечение Программное обеспечение Поиск и исправление ошибок в программе Сопровождение программного обеспечения Программные системы часто имеют проблемы совместимости и переносимости, а также нуждаются в последующих модификациях в течение долгого времени после того, как закончена их первая версия. Подобность имеет дело с этими проблемами управления конфигурацией программного обеспечения, так как системы программного обеспечения очень сложны и модифицируются в процессе эксплуатации, их конфигурации должны управляться стандартизированным и структурированным методом управления и разработкой программного обеспечения. Управление системами программного обеспечения имеет заимствование из управления проектами, то есть нюансы, не встречающиеся в других дисциплинах управления, процесс разработки программного обеспечения. Процесс построения программного обеспечения горячо обсуждается среди практиков, основными парадигмами считаются Agile и Waterfall, инструменты разработки программного обеспечения SMCSI, методика оценки сложности системы, выбора средств разработки и применения программной системы, качество программного обеспечения, методика оценки критериев качества программного продукта и требований к надежности, Локализация программного обеспечения, ветвь языковой промышленности, процессы методологии Основная статья Процесс разработки программного обеспечения на протяжении нескольких десятилетий стоит задача поиска повторяемого, предсказуемого процесса или методологии, которая бы улучшила продуктивность, качество и надежность разработки. Одни пытались систематизировать и формализовать этот по-видимому малопредсказуемый процесс, другие применяли к нему методы управления проектами и методы программной инженерии, третьи считали, что без постоянного контроля со стороны заказчика разработка повыходит из-под контроля, съедая лишнее время и средства. Опыт управления разработкой программ отражается в соответствующих руководствах, обычаях и стандартах. Если при разработке используется несколько стандартов и нормативных документов, то имеет смысл составить профиль. Информатика как научная дисциплина предлагает и использует на базе методов структурного программирования технологию надежной разработки программного обеспечения. Используя тестирование программ и их верификацию на основе методов доказательного программирования для систематического анализа правильности, алгоритмов и разработки программ без алгоритмических ошибок, данная методология направлена на решение задач на ОВМ аналогичной технологии разработки алгоритмов и программ, используемой на Олимпиадах по программированию отечественными студентами и программистами с использованием тестирования и структурного псевдокода. Для документирования программ в корпорации IBM 70-х годов, методология структурного проектирования программного обеспечения может использоваться с применением самых различных языков и средств. Программирование для разработки надежных программ самого различного назначения. Одним из таких проектов была разработка бортового программного обеспечения для космического корабля «Буран», которым впервые использовался бортовой компьютер для автоматического управления аппарата, совершившего успешный старт и посадку космического корабля. При выборе методологии разработки программного обеспечения следует руководствоваться тем, что сложность методологии сравнима со сложностью структуры программного продукта. И неоправданной для продукта данной сложности сложность методологии только неоправданно увеличить стоимость разработки. Примером современной методологии проектирования может быть проблемно ориентированное проектирование. Участники процесса разработки ПА – пользователь, заказчик, разработчик, руководитель проекта, аналитик, тестировщик, поставщик. Проблемы разработки ПА – наиболее распространенными проблемами, возникающими в процессе разработки ПА, считают недостаток прозрачности. В любой момент времени сложно сказать, в каком состоянии находится проект и каков процент его завершения. Данная проблема возникает при недостаточном планировании структуры будущего программного продукта, что чаще всего является следствием отсутствия достаточного финансирования проекта. Программа нужна, сколько времени займет разработка, каковы этапы, можно ли какие-то этапы исключить или сэкономить. Следствием этого процесса является то, что этап проектирования сокращается, недостаток контроля. Без точной оценки процесса разработки срываются графики выполнения работы превышаются установленные бюджеты. Сложно оценить объем выполненной и оставшейся работы. Данная проблема возникает на этапе, когда проект, завершенный чуть более чем наполовину, продолжает разрабатываться после дополнительного финансирования. Данная проблема возникает в условиях, когда стоимость обучения менеджмента владением инструментальными средствами сравнима со стоимостью разработки самой программы. Неконтролируемые изменения у потребителей постоянно возникают новые идеи относительно разрабатываемого программного обеспечения. Влияние изменений может быть существенным для успеха проекта, поэтому важно оценивать предлагаемые изменения и реализовывать только одобренные. Контролируя этот процесс с помощью программных средств, данная проблема возникает вследствие нежелания конечного потребителя использовать те или иные программные среды. Например, когда при создании клиент-серверной системы потребитель предъявляет требования не только к операционной системе на компьютерах клиентах, но и на компьютере-сервере. Недостаточная надежность – самый сложный процесс поиска и исправления ошибок в программах на ЭВМ. Поскольку число ошибок в программах заранее неизвестно, то заранее неизвестна и продолжительность отладки программы и отсутствие гарантии отсутствия ошибок в программах. Следует отметить, что привлечение доказательного подхода к проектированию ПО позволяет обнаружить ошибки в программе до ее выполнения. В этом направлении много работали КНУД Диэкстра и Вирт. Профессор Вирт при разработке Паскаля и Аберона за счет строгости их синтаксиса добился математической доказуемости завершаемости и правильности. Программ, написанный на этих языках, данная проблема возникает при неправильном выборе средств разработки. Например, при попытке создать программу, требующую средств высокого уровня, с помощью средств низкого уровня, например, при попытке создать средства автоматизации с СУП на ассемблере, в результате исходный код программы получается слишком сложным и плохо подающимся структурированию. Неправильный выбор методологии разработки программного обеспечения. Процесс выбора необходимой методологии может проблемно отразиться на всех показателях программного обеспечения и это его гибкость. Стоимость и функциональность, так называемые гибкие методологии разработки помогают решить основные проблемы, однако, стоит отметить, что и каскадная модель также имеет свои преимущества. В некоторых случаях наиболее целесообразным будет применение гибридных методологий в связке Agile плюс каскадная модель плюс MSF плюс RUP и T.D. Отсутствие гарантии качества и надежности программы за отсутствие гарантии отсутствия ошибок в программах вплоть до формальной сдачи программ. Заказчикам данная проблема не является проблемой, относящейся исключительно к разработке ПА. Гарантия качества это проблема выбора поставщика товара. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...